Кто такие психологи, психотерапевты и зачем они вообще нужны? В последнее время спрос на психологическую помощь сильно растет. То есть большое количество людей стало обращаться к психологам, психотерапевтам. Но вообще, что это за зверь такой? Я в свое время долго объяснял. Сейчас, видимо, нужно чуть-чуть заново это дело переосмыслить. Что такое психолог как специалист? Ну, если он получает высшее психологическое образование, он должен знать, как устроены, как работает наша с вами психика, психология, что такое психические процессы самые разные, как мы принимаем какие-то решения, что на нас влияет, как мы строим те или иные виды отношений с другими в профессии и так далее. Но, конечно, когда обращаются к психологу, обычно приходят за решением какой-то конкретной проблемы. Ну, там, я не знаю, конфликт с кем-то там, с родителями, проблемы с детьми, когда в личных отношениях что-то не складывается, да, там, я не знаю, подходим к разводу или измена случилась, вот, зависимости самые разные могут возникать, которые, ну, то алкогольные, доигровой, вот и так далее. И вот приходит, собственно говоря, человек к психологу, и это такие две неизвестности, которые с друг с другом встречаются. У нас с вами могут быть, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что это, ну, на самом деле, небольшой процент, но всё-таки у нас могут быть тяжелые психические заболевания. Там, шизофрения, маниаконно-депрессивный психоз, органические заболевания головного мозга. В этом случае специалистом является психиатр, который, собственно говоря, может назначить то медикаментозное лечение, потому что состояние вот таких тяжелых психических расстройств обусловлено не тем, что там человек какой-то кризис пережил, да, а это связано с тем, что просто в мозге нарушены функционирование определенных там процессов, биохимия нарушена, отношения различных структур, сетей мозга нарушены, и вот в результате у человека появляются вот такие тяжелые психические заболевания, и лечится это дело медикаментозно. А дальше начинается большой спектр, значит, состояний, которые, значит, с одной стороны личностные особенности, потому что кто-то у нас от рождения там более тревожное или более замкнутый, или такой вот как бы более аутичный, то есть не особенно стремится, так сказать, к социальному взаимодействию и так далее, что-то там у него внутри такие интроверты глубокие и так далее. Вот, то есть здесь есть как бы такая генетический фактор, да, который мозг такой специфический немного у человека, но при этом он не сумасшедший, он может нормально функционировать, но у него с ложностью возникают проблемы, потому что он отличается от других. Кто-то очень эмоциональный, просто он на всё реагирует просто как, взрывается как петарда, понимаете. Вот, и это может быть биологически обусловлено тоже, и в этом случае надо находить способы, как вот со своим этим особенностями своего такого психотипа, характера, психологических особенностей, адаптироваться, чтобы и отношения с другими людьми были комфортные, и достигал человек то, что для него важно в этой жизни и так далее. Вот, а это может быть проблем. Дальше возникает, дальше у нас идут совсем, как бы, то, что называют здоровые люди, вот, и кто бы нашёл этого здорового, ну, вот, я бы с удовольствием посмотрел бы на него. Вот, ну, на самом деле, это нормальная психика, но с учётом среды, с учётом обстоятельств, да, потому что, во-первых, мы живём с вами в крайне агрессивной среде, мы получаем огромное количество информации, мы вынуждены быть многозадачны. Значит, у нас куча всяких разных, как бы сказать, обстоятельств, в которых мы вынуждены функционировать. Это и работа, и какие-то дополнительные обязательства, которые мы на себя берём, и близкие, с которыми мы взаимодействуем, и так далее. Значит, и это всё, собственно говоря, создаёт целый такой пул нагрузки психологической на человека, из-за чего, собственно говоря, мы все уже нездоровы. Ну, то есть, там, у нас СДВГ, понимаете, у нас синдром дефицита внимания, гиперактивности у взрослых. Вот, всех протестировали людей, вот, современных, у всех выросли показатели, понимаете. Смотрим показатели тревожности, депрессивности и так далее. То же всё это, рост, так сказать, в полный рост. Вот. Плюс у нас могут быть, случатся какие-то, ну, прямо трагические события, ну, самого разного свойства. Значит, ну, вот, начиная с тех же самых измен, значит, разрушенных отношений, могут быть какие-то проблемы серьёзные возникнуть с детьми, может быть финансовые проблемы, которые у человека возникают, и там он был успешным, и всё у него нормально складывалось, а потом вдруг раз, и что-то пошло не так. И это может быть сильным таким кризисным фактором, который воздействует и нарушает вот привычную работу психики. Ну, конечно, все начинают сразу говорить, ну, это же, ну, может, слабый какой, может, что он какой-то человек-то, вот, что он пойдёт, что ему психолог-то поможет, ему денег нет, ему муж изменил, там ещё что-то, ребёнок от рук отбёс. Чем поможет-то психолог? Ну, психолог за человека денег, конечно, не заработает, да. Ну, вот, но, во-первых, если мы дестабилизировали, вот она была психическая система, нормально она как функционировала, а потом случилось кризисное событие, да, и дальше механизмы мозга отработали таким образом, что стали возникать, что называется, всякие разные невротические симптомы. И все их знают, потому что у нас у всех с вами были периоды, когда у нас мог быть из-за тревоги нарушен сон, да, человеку не заснуть, там, или, например, он просыпается, наоборот, просто с чувством тревоги, беспокойства. Панические атаки могут случиться, уже такое, что-то с тобой происходит, ты не понимаешь, что, там, сердце колотится, дышать нечем, там, и так далее. У кого-то там руки не имеют, у кого-то голова, значит, кругом идёт, и так далее. Значит, могут быть депрессивные симптомы, особенно вот в наше время, особенно, вот, там, в зимнее время, так вообще, всё это мгла, понимаете, мгла, утром проснулся мгла, днём, понимаешь, пришёл на работу, всё, это, выходишь, сном мгла, вот, ну, как, ну, депрессия, депрессия нормальна, вот, и думаешь, а зачем это всё, ну, как это жить, ну, давайте уже закончим это всё дело, вот, начинаются прямо суициды, всё, безобразие, вот, понимаете, душевная тоска, так сказать, может напасть, вот, начинается неврастыния, ну, то есть, это неврастыния тоже, я вам должен сказать, нагрузка, вот мы нагрузка, одно, другое, пятое, десятое, ну, что делать, тебя рвут на части, там, и так далее, ты вроде бы всё это делаешь, а потом в какой-то момент у тебя просто, ты уже смотришь, смотрю книгу, вижу фигу, понимаете, смотрю на работу, вижу, не работала, ну, и так далее, и, и вот это всё, и остыния, сил нет, и утром думаю, как встать, как, вот, зачем это всё, когда это закончится, нет сил, понимаете, вот, и так далее, вот, и у кого-то раздражительность начинается, вот такая тоже, понимаете, вот, всё раздражает, вот прям, ну, вот, когда, конечно, когда ты психика пережила удар, случилось что-то негативное, или долго тебя мучили, значит, вот каким-то таким некомфортным существованием, и дальше у тебя психика начинает обороняться, да, у неё же оборонительная задача-то в психике, она должна спасти от этого, она говорит, давай на всё будем раздражаться, а то всех убежим, куда бежать только, непонятно, вот, ну, сбежать к себе, вот, а что там внутри, вот, а внутри ужас, понимаете, почему? Жаль, что было всё хорошо в этом мире, вот, всё было прекрасно, вот, всем всё сказали, что правильно, что неправильно, что у тебя должно быть, понимаете, как ты должен к чему-то относиться, какие у тебя задачи жизненные стоят, раньше нас инструктировали, понимаете, мы были такие аппараты, вот, нас проинструктировали, как жить, вот, и мы вперёд жили, ну, тоже всё было хреново, но, по крайней мере, было понятно, что вот, ну, это правильно, все, как Христос терпел и нам велел, вот и всё, и живите нормально, наслаждайтесь, а сейчас нужно же самому себя как-то в этом мире обрести, нужно какие-то свои собственные смыслы найти, нужно, понимаете, с другими людьми договориться, вот, а сейчас-то все стали, все же кажутся самому себя, нету, ты такой, как раньше был пионер, там, кока, пионер, всем пример, понимаете, команда, вот, Тимур и его команда, и всякие ещё разные, ну, вот, социальные, так сказать, партийные ячейка могла тебя поддержать, в конце концов, прийти тебе дать, вот, на орехи, вот, сейчас нет ничего, вот, сам ты с собой, понимаешь, хорошо тебе, плохо, кому имеет значение это? Люди, вот, раньше в отношениях, понимаете, они собрались, ну, им куда деваться друг от друга, вот, там, поженихались, понимаете, детей родили, тут у них родители, бабушки, дедушки, все кругом дым коромыслом, всегда занятия есть, понимаете, хочешь не хочешь, приходится в этом, так сказать, поле функционировать, сейчас, ну, как бы, все это, у тебя снижено настроение, никто не хочет с тобой, понимаешь, общаться, да вообще сейчас люди, они хотят друг другу общаться, такой труд, надо что-то понимать, надо что-то как-то вникать, какие-то проблемы, какой-то все, какие-то склочный характер, или еще что-то, 5-10, ну, вот, и человек остается, по сути дела, один на один, со своим вот этим внутренним состоянием, куда ему бить, что ему делать, а потом вот выскакивают симптомы, понимаете, вот это, панические атаки, фобии, тревожность, вот, какая-то, это ощущение того, что все бессмысленно, вот, депрессивная какая-то симптоматика и так далее, вот, и вот, и вот человек в такой находится, и ему же помощь нужна, ну, так-то, вот, если мы просто по-человечески вот рассуждаем, не из медицинского вот такого, как бы, моего взгляда на все происходящее, а вот из такого, практического, ну, вот, кто в этой жизни не хочет, понимаете, чтобы кто-то его понял, понимаете, кто-то его поддержал, кто-то увидел его, значит, какие-то потенциал, показал ему, дал их реализовать его, подсказал, как это сделать, вот, или если какие-то есть комплексы, сейчас у всех комплексы, всем навешали, понимаете, вы там это не то, вы это не то, все какие, вот, и так далее, не, будущее, понимаете, раньше живешь-то, тебе же образ будущего иметь, А как его нарисовать, если ты в депрессии находишься? У тебя в депрессии не образ будущего, а какая-то мрак, мрак, мрак. Ну, ужас, понимаете? Тревога у тебя, понимаете? Не знаешь, ты куда себя деть. Ощущение, что куча всяких разных каких-то задач. И человек в них, как белка в колесе, вот закручивается, закручивается, закручивается. Ну, нужна ему помощь. Ну, нужна, понимаете? Вот столько раз я объяснял это, говорил. Ну, нам нужно иметь, так сказать, ну, какую-то точку прикрепления в этой жизни. Вот, идеально. Если точка прикрепления, прикрепление, это наша собственная внутренняя цельность, как бы сказать, такая плотность, так сказать, внутренняя такое. Я не хочу говорить, потому что я – это всегда проблема. Потому что все, кто с этим эго, со своим, так сказать, бегают, как с писанной торбой, вот, и все в невроз впадут, потом, понимаете, это вынимать, это кашелот из болота. Ну, какое-то внутреннее самосознание, самопонимание. Вот в психотерапии в последнее время все время говоришь, вот осознанность должна быть, вот это осознанность, зачем живу, что живу, что я делаю, зачем я делаю и так далее. И вот нужна точка прикрепления. И вот раньше, вот просто что нужно понимать, раньше это общество, которое было структурированным, организованным и так далее, оно людям давало, людям давало понимание, как бы, жизни. Сейчас нет, его нужно строить из себя. А кто педагог? Вот у меня книжки, всякие разные, я написал много книжек, вот, про психологию, там, все, 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 счастлив, по собственному желанию, там, вот, мне говорят, вот это надо детям в школе преподавать. Да, конечно, слушайте, ну, конечно, потому что мы же живем-то сами с собой, ну, то есть у нас в жизни появляются люди, уходят люди из нашей жизни, ну, вот, но мы с собой всю дорогу, да, а в каком мы состоянии? А что у нас, как у нас это все организовано? А есть у нас какие-то комплексы, проблемы, страхи и прочее? Вот, ну, это же надо как-то реструктуризировать, понимаете, как-то это нужно реорганизовать, чтобы внутри появилось вот это желание жить, понимаете, желание радоваться жизни, понимаете? Не просто радость жизни, желание радоваться жизни. Ни страдания, ни мука, ни тоска, ни печаль, вот что нужно. Вот, и вот, кто такие психологи в идеале? Ну, вот, как должно быть? Я не говорю, как есть, бывают разные. Я думаю, есть хорошие, вот, значит, есть, наверное, не очень хорошие. Тут я за всех не могу отвечать, я же, как бы, за всех нельзя отвечать. Каждый, конечно, сам куролесит. Вот, но, как бы там ни было, но должны психологи быть. Это люди, которые помогают современному человеку жить. Я даже пошутил в какой-то момент, лекцию читал какую-то, говорю, нам нужны адаптологи, не просто психологи, адаптологи. Вот, это люди, которые понимают, как работает психика, где она может сбиться, понимаете? Вот, если она сбивается, какие есть инструменты для того, чтобы справиться? Панические атаки, да, они все, их легко, ну, не легко, но с ними можно справиться, с фобией можно справиться, с депрессией можно справиться, со всем можно справиться. Ну, нужно правильные просто инструменты, правильные ключи, и психолог должен их знать. Вот, а кроме того, он должен помочь человеку, как бы, внутри самого себя обнаружить, так сказать, силу, желание жить, направить это. Вот, чтобы это не через всякие разные комплексы, вот эту сверхкомпенсацию, чувство неполноценности, вот, через, вот, как бы, доказывать, вот, это эго распухшее, там, и так далее. А вот, чтобы, ну, как человек человеку, понимаете, вот, дать, нету больше. Я в свое время, и в Советский Союз был, не, уже кончился он, да, я уже занимался, да, еще, уже все закончилось, в Советский Союз, началось 90-е годы. Много людей наших уехало за границу, тогда, в Америку, вот, все поехали, зачем-то, вот. И мне рассказывают, говорят, я говорю, ну, а чего там, как лечат вас? Ну, мне интересно, я же психиатр, у меня, как там, психиатрит? Вот, да, говорит, а никак, вот, приходишь, сидишь, разговариваешь, все-все, я говорю, в смысле, ну, я-то думал, там, на Западе, ох, какая наука, выяснилось, наука у нас вся, ну, настоящая, прям, мозг-то, вот, Павлов, Сеченов, Ухтонский, Вилгоцкий и так далее. Вот, Анмохин, да, ну, казалось, там, ну, там же, Фрейд, вот, все, он был когда-то, все, он должен был, там, Фром, понимаете, Франкл, все, вот, такие слова, фамилии, там, и так далее, вот. И они говорят, а понимаете, в чем дело? Там, в Америке, никто никому не нужен. Для советского человека было странно, ну, я-то в Советском Союзе. И говорят, хоть с кем-то поговоришь, понимаете? Вот, с кем-то пришли, с кем-то поговорили. Ну, это, конечно, и сейчас, вот, говорят, вот, будут скоро платные друзья. Ну, почему, ну, людям не с кем разговаривать, и скучно, одиноко, по-уберу, ну, там, убилизации, как приложение, дайте друга, он придет, с тобой поговорит, пообщается, повеселит тебя, это, ну, аниматор, аниматор для взрослых. Вот, значит, и для кому-то даже это будет уже помощью, понимаете? Ну, лучше, конечно, когда психолог понимает, вот, и работу психики, и проблемы, которые могут у психики случиться. Вот, и самое главное, он может помочь человеку в самом себе найти, так сказать, точки опоры и жизни, вот, чтобы хотелось жить. Вот, поэтому то, что растет потребность на психологов, это факт медицинский во всем мире. Во всем мире сейчас люди страдают и от одиночества, и от психологических проблем, и от стрессов, и от перенапряжений, от депрессий. Депрессия вообще просто... Каждый второй новый фармацевтический препарат, который в мире изобретается, он психофармакологический, то есть для борьбы с депрессиями, всякими вот этими состояниями. Мы вот вошли в это время, понимаете, когда люди растеряны, и у психолога вообще миссия великая, понимаете? Помогать людям преодолевать кризисы, находить в самих себя, чувствовать радость жизни. Какой смысл в жизни, если нет радости, да? А что психолог? Он должен научить, понимаете? Потому что никто не учит, всем плевать. Хорошего настроения, плохого настроения, тяжело вам ничего, плевать. И это вообще такая благородная, важная задача. И она, конечно, требует подготовки. Потому что некоторые люди думают, что они от природы психологи. Действительно, есть люди, которые эмпатические, то есть у них зеркальных нейронов больше, понимаете? Там дефолт-система мозга развитая, объемнее, да? Им легче войти в состояние другого человека, понимаете, что он испытывает. Есть люди, которым вообще непонятно, что они там переживают все. И так далее. Есть и такие более чувствительные. Но к этой чувствительности нужно же знание, понимаете? Психология, она уже наука-то молодая, конечно. Вот, там 100-150 лет в целом. 150, да. 20-й уже, может, где уже, в каких уже, сколько времени прошло. Вот, да. Но все равно молодая наука. Ну, слушайте, сколько всего было надумано, наделано, понимаете? Сколько великих умов решали эти задачи. И они создали фундаментальный вообще базис. Вот если как бы системно подходить, вы в жизни не перечитаете книжки. Не то, что по психологии. Не то, что вот это примитивные. Сейчас много примитивных. Ну, там заходишь, там, открываешь, книжку там. Вот, значит, подсознание может все. Ой, да. И в космос полетит, понимаете? Вот. Чего Маска-то до сих пор не на Марсе? Я все время думаю, если у него подсознание может все. Летел божесть. Вот. Ну, я это иронизирую, понятное дело. Ну, вот. Но, правда, очень много надумано, наделано. Вот. А сейчас вообще у нас, как бы, революция. Мы узнали, как мозг работает. То есть у нас была, конечно, великая нейрофизиология, отечественная, прежде всего. Вот. А сейчас она же вся подтверждается. Мы теперь понимаем, как эти психические процессы работают. Мы биохимию, понимаете? Сапольский пишет, понимаете, книжку вообще, как каждое наше действие детерминировано, нейробиологически и так далее. Ну, вот. То есть это у нас должен понимать человек. То есть недостаточно просто быть, ну, как бы, таким, как это, чувствительным к чужому страданию. Да? Тем более, что, знаете, ну, психолог не может просто сострадать. Ну, пришел к нему пациент, говорит, у меня все померли, я несчастный. Ревет трижача, и психолог сел к нему, говорит, и реветнее. Надо же понимать, как его из этого состояния-то так вынимать, так сказать, туда-туда-то взлетал он, что было, понимаете? И очень хочется, понимаете, жить в мире, в котором люди в душевном хорошем находятся состоянии. Понимаете? Потому что чем больше будет вокруг улыбок, это не знаю, радости, счастья, как бы сказать, ума, доброты, чем больше будет, нам всем будет лучше жить. Понимаете? Вот. Поэтому миссия есть на этих психологов. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы их становилось больше качественных, которые хорошую подготовку прошли, которые понимают, о чем, собственно говоря, с чем, с какими проблемами на самом деле человек сталкивается. Вы задумайтесь, понимаете? Вот из каждой жизни можно роман написать. Понимаете? Почему? Потому что там и травмы, и удары, и всякие разные испытания, и все на свете. Понимаете? А с кем человек это прошел? Кто ему помощь оказал? Вот. Поэтому, хоть вот психология сейчас вроде как, ну, зачем она нужна? Чего это? Так все нормально. Открыл в социальную сеть, залез там, сидишь там, и так далее. Вот. Но по факту психика наша нуждается постоянно. в помощи. Вот. И важно, чтобы такие специалисты были. Вот. Поэтому я думаю, что в этой профессии большое будущее. С одной стороны, конечно, искусственный интеллект скоро будет с вами разговаривать, скоро будут помощники, вы будете так доставать, и сможете с искусственным интеллектом поговорить, там он вам все расскажет, вас поймет, вот, приятные слова вам скажет, и так далее, и так далее. Ну вот. Но решить системные вещи, а системные вещи, это как я строю отношения с другими людьми, как я сам себя осознаю. Мы же должны все время расти над собой, понимаете? Мы должны становиться внутренне лучше. Ну вот, ребенок родился, он что-то, ничего не соображает, чуть больше собрать, чуть больше собрать, чуть больше, да? Мы же постепенно должны, как бы сказать, облагораживаться. Вот. Будет нас искусственный интеллект облагораживать, или будет тупить. Ну вот, судя по тому, как все движется, у меня, мне страшно. Вы захотите иметь помощника, который будет вам все время говорить, так, ну все, большой молодец, ну вот у тебя есть зона роста, давай расти, быстренько. Но вы же не захотите, вы скажете, ну что это такое? Можно ты будешь говорить, что я прикрасил, как этот, первый виртуальный помощник, зеркальце, из сказки Пушкина, свет, мой зеркальце скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милее всех? Ты, конечно, спору нет, понять? Вот, это так будет скоро, вот вы берете там, этих, виртуальных помощников, они вам будут рассказывать это все, мы скотинемся в результате, она же стерба вышла, это женщина, которая у зеркала спрашивала, все кончилось-то плохо, понимаете, мертвичиной, пошла травить племяшку, ну в ужас, кошмар, я в ужасе, конечно, детские сказки, его кошмар, хрустальный гроб, понимаете, месяц, месяц, это, ой, ужас, фильм ужасов, это сказка, понимаете, ночью бродит, скажи мне, вижу, где ты, все, ну это, известный сюжет, вот, но хочется, чтобы были, конечно, помощники, которые, с одной стороны, они тебя и поддерживают, а с другой стороны, они тебе и покажут выход, и помогут тебе стать лучше, вот, есть такие помощники, будут у нас, общество, и семьи будут, и дети будут счастливые, понимаете, вообще, жизнь наладится, я уже видел план, вот, как жизнь наладится, вот, как все другу, другу начнут помогать, вот, люблю я оптимистичные сюжеты, вот, это все сказки, гробы, хрусталь, ужас, вот, ну это я уже начал шутить, потому что весь основной смысл я вам передал, который я хотел сказать, вот, о важности, о деятельности психологов, вот, но важности, конечно, их подготовки, вот, если считаете, что важно, вот, вы там, есть место для лайков, лайки или сердечки, лайки, да, лайки, вот, в комментариях пишем, психологи нужны, но нужны хорошие, образованные, подготовленные, так сказать, мозгами, вот, еще там есть, и пересылайте, вот, шлите всем психологам меня, вот, они меня будут потом ругать, что я тут развел, так сказать, ну вот, а может не будут, может скажут, он нормальный, Курпатов-то дело говорит, слухаем седы, вот, ну все, давайте, хорошего настроения и жизни, счастливой, побольше, пока-пока.